Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». И по традиции нашу программу открывает старший помощник прокурора республики Елена Дармаграева. Здравствуйте, Елена! Надзор за исполнением антикоррупционного законодательства является одним из приоритетных направлений нашей работы. Для этого прокуроры наделены широким спектром надзорных полномочий. К компетенции прокуратуры отнесено осуществление надзора за достоверностью предоставляемых чиновниками сведений о доходах и расходах, за соблюдением государственными и муниципальными служащими установленных законов, запретов и ограничений. В органах прокуратуры рассматриваются обращения граждан о нарушениях антикоррупционного законодательства, проводятся проверки, по результатам при наличии оснований принимаются меры к устранению выявленных нарушений. Прокуроры осуществляют контроль за ходом расследования уголовных дел коррупционной направленности. К их числу относятся также и должностные преступления. После направления уголовных дел в суд прокуроры поддерживают государственное обвинение по уголовным делам коррупционной тематики. Также большое значение имеет проводимая нами на системной основе профилактическая работа. Ежегодно в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, прокурорами организуется комплекс просветительских мероприятий. Мы проводим встречи с государственными и муниципальными служащими, с работниками различных коллективов, мероприятия в формате круглых столов, которым привлекается также общественность, средства массовой информации, где мы разъясняем антикоррупционное законодательство и установленную законом ответственность за нарушение данных законов. Сегодня мы познакомим вас с основными итогами работы органов прокуратуры республики, направленной на выявление и пресечение коррупционных проявлений. Добрый день, Радмир Казбекович. В начале декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В связи с этим я хотела бы у вас спросить об итогах работы органов прокуратуры республики по противодействию коррупции. Добрый день. В начале ответа на поставлен вопрос, мне бы хотелось бы сказать, что можно уже сказать, что мы традиционно в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прокуратуры информируем общественность о проводимой работе по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. Безусловно, все понимают, что коррупция – это зло, это проблема, проблема мирового масштаба, потому что далеко выходит за национальные рамки, и поэтому государством принята национальная стратегия, а органам прокуратуры определены задачи в целях достижения тех стратегических задач. На сегодняшний день, за 11 месяцев текущего года, органами прокуратуры выявлено свыше 2,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. В целях устранения и недопущения впредь внесено 440 представлений. По результатам рассмотрения свыше 500 должностных лиц, органов государственной власти, местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурорами в суды направлено 26 заявлений. Я хотел бы отметить, это заявление материального характера о взыскании в доход государства по причиненному ущербу по сфере актов коррупции и имущества, подлежащего в доход государства в взыскании. А также у нас принесено 521 протест. По проведенным прокурорами проверок, следственными органами республики возбуждено 10 уголовных дел. На сегодняшний день следственными органами республики возбуждено 196 уголовных дел коррупционной направленности. Из них у нас 50 по фактам взяточества. Это основные статистические показатели органов прокуратуры за 11 месяцев текущего года. Скажите, какие органы и какие сферы больше подвержены коррупционным нарушениям? Вы знаете, при ответе на данный вопрос можно сказать, что в принципе те приоритетные направления, которые задает Генеральная прокуратура, обозначает, возможно их признать наиболее подтвержденными коррупционным риском. Вот на сегодняшний день на особом контроле Генеральной прокуратуры находится сфера бюджетных взаимоправоотношений, реализации национальных проектов, жилищно-коммунальное хозяйство, земельное законодательство и иные направления. Поэтому по установленным нормативно-правовым актам, указам и распоряжениям Генерального прокурора мы докладываем о проводимой работе в данном направлении практически ежеквартально. К числу важных антикоррупционных мер относятся исключения коррупциогенных факторов из нормативных актов. Что сделано в данном направлении? Органами прокуратуры Карачаева Черкесской Республики за 11 месяцев текущего года проведена антикоррупционная экспертиза. Это 1200 нормативных правовых актов и 1400 проектов нормативных правовых актов. По результатам проведенных антикоррупционных экспертиз выявлено 108 коррупциогенных факторов. То есть нормативно-правовых актов, которые содержали коррупциогенные факторы. По результатам принятых мер прокурорского реагирования коррупциогенные факторы устранены. Хотелось бы также отметить, что сферами законодательного регулирования нормативно-правовых актов, в которых содержащих коррупциогенные факторы, это в основном государственная муниципальная служба для предоставления государственных муниципальных услуг. При этом 90% выявленных нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы, это были приняты органами местного самоуправления республики. Куда следует обращаться с заявлением о нарушениях антикоррупционного законодательства? Вы знаете, любой правоохранительный орган нашей республики, открываем интернет, официальный сайт органов прокуратуры республики, Министерства внутренних дел ФСБ, там указывается и телефоны доверия, пользуясь случаем, кстати, напомню, телефон доверия прокуратуры 2674-98, указывается и электронный адрес, где гражданин может, как письменно, в анонимном формате, либо по телефону доверия позвонить, сообщить о фактах коррупции. Более того, также у нас с бюджета ежегодно выделяются денежные средства, в целях направленных на социальную рекламу, устанавливают. Каждый город мы заезжаем, город-район нашей республики, у нас указываются расположенные баннеры с указанием телефонов доверия, поэтому никогда не было, нет и не может быть ограничений прав граждан в обращении правоохранительных органов по фактам коррупции. Что можете пожелать сегодня в преддверии вашего профессионального праздника ветеранам, работникам органов прокуратуры? Вы знаете, мы по праву гордимся теми достижениями наших ветеранов, на профессионализме и самоотверженности которых выросло не одно поколение. Это пример для нас, для служителей закона, поэтому я вам желаю счастья, здоровья, удачи, благополучия, всего самого хорошего. Ну что же, я благодарю вас за информацию и поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.